всем привет сегодня постараюсь помочь даже кому-то помогу в основном помогу с настройкой obs то есть как даже точнее с решением проблем которые часто всего бывает одна из таких допустим веб-камера вот у меня на работает все ошиблись я могу всяко всяко растянуть но если вдруг нету изображения давайте разбираться почему же она может веб-камеры не показывать тут два варианта самый первый это надо вам установить на нее драйвера но если вы уверены что с драйверами нормально все зашибись и у вас к примеру веб-камера находится на ноутбуке то скорее всего драйвера тут ни при чем некоторые говорят что типа надо вот где мне там веб-камера свойства покажу нужно не активировать да можем попробовать деактивировать и так далее это может некоторых случаях помочь но скорее всего если она не показывает то есть вообще там ничего вас вот серый прямоугольник то скорее всего это не из-за этого если у вас ноутбук собственно скорее всего у вас установлено какой-нибудь антивирусник кашперский аваст или может быть даже хоть родной антивирусник в общем программа которая защищает вас от того чтобы всякие различные софта не снимал вас через веб-камеру в общем в этом вашем антивирусном программном обеспечении вам надо найти собственно оба с и и добавить разрешенный на примере кашперского я могу вот этого продемонстрировать ну принцип в других антивирусниках тоже такой же нужно 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 зайти вот защита контроль программ управление программами тут мы просто я просто пишу о и чтобы все нашлись работала тут все зеленым должно быть эту защиту вообще в принципе можно допустим она легко отключается в настройках антивирусника вот просто галочку допустим на время трансляции вы знаете что все зашибись будет и вам нужна веб-камера берете отключаете но скорее всего тогда вас заработает веб-камера после перезагрузки так что надо бы перезагрузить если же у вас веб-камера не на ноутбуке не встроена а такая вы ее втыкаете в usb внешняя веб-камера то тогда скорее всего опять таки может быть это дело из-за драйверов если антивирусник тут ни при чем то попробуйте ее собственно достать и обратно воткнуть может может быть это из-за настройки нет нет настройки тут принципе не так важны вы посмотрите чтобы веб-камера там была выбрана может у вас несколько и они как бы это конфликтуют некоторых случаях у меня бывало помню допустим если веб-камера где-то уже используется в каком-то другом приложении бывает она не срабатывает так что повторяйте чтобы она в одном приложении каком-то была использована с веб-камерой разобрались одна из таких проблем у многих случается это касается у тех у кого ноутбук у кого компьютер те про такую проблему не знаю даже у них все зашибись но ноутбуке несколько процессоров несколько точнее видео карт одна высокопроизводительная для игр и 1 интегрированная для всего остального так и для того чтобы допустим захватить рабочий стол сейчас мне ничего не про не происходит просто сейчас захват игры идет но но он 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 и не покажет рабочий стол это собственно настройках тут нету никаких настроек кроме захват курсора она сейчас видите и не покажет в чем проблема вы спросите вы все элементарно на самом деле вам нужно выбрать вашу видеокарту если вы нажмете на и на ярлык оба резки правой кнопкой мыши ну нужно для начала свойства смотрите чтобы она во первых 64 бита было но ну на нужное расположение и и для ноутбука в частности это раз чтобы чтобы поменять вот тут можно запустить с нужным с нужным собственно для вас процессор то есть если вы собираетесь транслировать рабочий стол там или как вы что-нибудь там браузере делаете там какие-то реакции записывать собирать кто тогда выбирайте интегрированное графическое оборудование если собственно собираетесь стримы игры делать то высокопроизводительные я не исключаю такого что у вас не получится вот прямо сейчас от выбрать тогда можно это собственно и дело ничего страшного просто заходим в панель nvidia запускается глобальные настройки не трогаем нажимаем программные настройки и в программных настройках выберите оба с либо нажмите добавить давайте вам покажу где ее искать ну вы собственно у себя под смотрите не где она у вас установлено так она у меня в диске да я собственно поэтому я и вот вот оба с открываете павочку бин 64 бита для ноутбуков очень важно вот мы собственно выбираете тут добавляйте и все и собственно тут выбираете в процессорах собственно вот этот интегрированный когда вы допустим соберетесь все таки транслировать к примеру игры а не рабочий стол не захват рабочего стола то тогда вы переключитесь обратно на высокопроизводительный некоторые я столкну с таким явлением как допустим приложение из магазина почему-то вот никак не хотят на высокопроизводительном показывать приходится использовать интегрированные поэтому приходится переключаться так что 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 касается захвата рабочего стола собственно и если допустим вы забудете переключиться у вас трансляция игр тоже не будет но допустим будет показать только рабочий стол так что если кому-то это помогло ставьте лайки и смотрите другие мои видеоролики как говорится сам с этим мучился и вот собственно победил и с вами делюсь этой информацией надеюсь что кому-то это помогло может быть даже и самому мне потом если я вдруг забуду в будущем поможет так что всем спасибо за внимание спасибо за внимание